для это ужасно потому что так или иначе букинг ком для многих отелей особенно городских это 85 процентов всего уходящего трафика с номерным фондом 100 и и больше booking играл тоже важную роль и он составлял уже меньше меньшую процентом до 50 процентов для курортных отелей южных отелей большие-большие отели на 200 номеров больше booking тоже играл не такую значимую роль если говорить про курорты крыма там с букингом проблемы еще 2014 года они как бы живут что сейчас происходит сейчас очень сложно сказать там как мы будем жить без букинга непонятно потому что спрос упал больше чем в два раза на то есть люди люди перестали ездить люди перестали планировать люди перестали отдыхать это все вылилось в уменьшение загрузки ровно в два раза количество прямых брони возросло люди ищут отель через поисковые системы вот и те отели которые позаботились заранее о том чтобы сделать там правильно оптимизированные сайты заполнить все необходимые там профили в поисковых системах вот те отели соответственно сейчас работают и сейчас очень важным ресурсом для для отелей стал такой ресурс как яндекс путешествия вот и если там раньше яндекс путешествия в городских отелях это было как совсем незначительная доля то сейчас процент сильно возрос вот и люди люди пользуются геолокации забивают от отель слова там поиск отель в карты в яндекс карты да и смотрит что какие отели в есть в ближайшем окружении дальше соответственно проходят в профиле смотрят цены и и бронируют через яндекс путешествия но опять же яндекс путешествия это не в чистом виде агрегатор это не альтернатива букингу прелесть букинга была в том что гость мог не заезжая в отель понять вообще что там что 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 вообще за отель карточка отеля там была очень хорошо представлена яндекс путешествие так не может этим похвастаться там и ограниченное количество информации дает собака и самая основная фотографии отзывы цена и какой-то краткое описание да там с адреса отечественные агрегаторы такие как островок 101 отель броневик конечно в этом плане более информативны вот но они еще не настолько популярны и не настолько среди широких масс чтобы весь трафик там перешел именно к ним и сейчас конечно агрегатором отечества не очень сладко потому что все ринулись туда их службы поддержки просто захлебываются сейчас от звонков от обращений сейчас некая такая некая такая суматоха с этим связано и вот но одно точно количество количество прямых брони возросло люди целенаправленно ищет отель через поисковую систему букингом разослала буквально неделю за сообщение о том что они приостановили они не ушли они приостановили деятельность всего того что сейчас сложности с финансовыми транзакциями да то есть им нужно перестроить якобы финансовую структуру на потому что все таки через букинг проходили деньги в том числе гость мог платить оплачивать услугу отель через букинг да и потом букинг компенсировал то все отели сейчас такой возможности нет потому что сейчас россия отключена от основных этих систем платежных да и это конечно очень сильно подорвало работу букинга здесь на самом деле большая часть отелей все таки пользуются схемой когда на букинге бронируется с возможностью бесплатные отмены брони и гость приходит в отель и на стойке ресепшн платит деньги многие курортные отели они наоборот они у гости есть возможность забронировать только при условии стопроцентной оплаты вперед на букинг всем выплатил вот конечно было опять же легкая паника у отельеров которые у которых оплата что через букинг а выплатить или нет в итоге букинг всем но и фред букинг не не выставил счета за те брони которые были феврале комиссии за предыдущий период никто не выплатил букинг и причем он сам написал от в письме о том что мы пока не будем просить у вас эти комиссии и Субтитры создавал DimaTorzok